Всех привет и про нового просмотра поражаем против FIFA 18 за менеджер Зары Бидгудов. Ну что у нас? У нас следующая игра с Атлетикой Мадрид. Давайте сейчас перейдем. Пообщаемся, тут не выполнено задание, конференция, мотивация наших людей. Так, это нам спроси бы говорят. Что там? Нифига у нас 1000 уже. Зарплату кому-то можно прибавить на 1000. Вы не согласитесь с этим, потому что надо подписание бонус давать им. Так, все. Два дня прошу, давайте перейдем к составу. А состав у нас уставший. Состав у нас уставший, это очень плохо. Нифига себе, он может с ЭПАшником сыграть и все остальное. Так, ты у нас давай... Этого меняй. Этого меняй. Что-то я слишком начался дофига. Дал шансов. Так, а ты можешь играть? Да, ты тоже можешь играть здесь же. Меняем так. Ё-моё, простите. Так. Брен, и вот это очень плохо тоже. Брен, что-то я не посчитал. Так, Драгба у нас выходим из тебя. Тебя придется вот так выпускать. Не, пускай он играет. А там, если что, выпущу. Так, и Смит будет у нас играть здесь, Смитик. В этом матче. И тебя тоже сюда. Делаем вот так вот. Ладно, вот таким составом у нас будет играть. Так, ты у нас уставший. Но ты при этом запас... Не уставший ты у нас с травмой. Но при этом ты у нас будешь здесь стоять. На всякий случай. Мало ли, что-то пойдет не то. Ну ладно, все. Мы выбрали, какой состав у нас будет. У нас слишком уставший постучился, который мы даже проиграли за счетом 1-0. Но что делать? Тут никуда не денешься. Выходим играть. Мы играем дома. 11 апреля 2023 года. И заканчивается у нас уже сезон. Можно сказать, уже все. Без тренировки никуда. Без тренировки никуда. Ай, блин, а. Это слишком мощно. Это улетит вверх. Ну ладно. Переходим к матчу. Слушаем лучший комментатор нашего страны. Вот и добрались мы до четверть финала Кубка чемпионов. Наиважнейший матч. Супер колоссальное напряжение. И обе команды будут сражаться до последнего, чтобы выйти в полуфинал. Сегодня Ноттингем Форест встречается с мадридским атлетиком. Спасибо. У нас Посмотрим на состав хозяев Команда сыграет по схеме 4-5-1 Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами И вот состав Атлетика Мадри Этот тренер явно консерватор Действительно ничего нового он не предложил Расстановка кажется старомодной И посмотрим на сколько она окажется эффективнее Главный арбитр сегодняшнего матча Лаура Леопард Ну что начинаем игру Первый пас от нас Просто сумасшедшее напряжение И разумеется обе команды будут сражаться до последнего Чтобы выйти в полуфинал Ай только полуфинал Мы четвертый финал Блядь опасно было Они отняли у нас мяч Отжали прям Жестоко Вот это пас Атлетика Но при этом не даем Ничего створить Смите у нас молочина Берет мячик И мячик блять Мы все таки держим у себя Блядь А вот эти нарушения случайно Грубовато они играют Как и все остальные Команды Блядь и пас у нас не проходит Опять Атлетик у нас атакует Ну что Тимми Прям И вперед он идет Хорошо они прям Приготовились И мы пропускаем Первый гол Мы у себя Дом еще пропускаем Мы решили забрать игру себе И гол в этом конечно плане Лучший помощник И это очень плохо Для нас Гол заслуживает того Чтобы увидеть его еще раз Да 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 Очень плохо Минимальное преимущество Одной из команд К этому моменту Мы пропускаем у себя Дом А этот как два гола Это очень ужасно Флорентин Погба Тут может что-то получиться Блядь Ну куда ты там Для них Феррера Карас Ну куда ты так Блядь Жбать он у нас Блядь Опять басы-то никакие не ходят У нас не проходят А вот это опасно Им двойна Аного защитника Блядь Ну он ошибку делает При этом дает Удар Ну тут Рокба Все справляется Блядь Нам нападающий зайти Да блядь Что за пас Снова Ну вы что творите Это блядь А Так пас назад Тут ничего не сделал Все закрыто у нас И пас обратно Скучновато Блин такой шанс Будет угловой Будет угловой у нас Вставай на вес Блядь Сука Ничего не получилось У нас Если вариантов нет Отдай мяч Молодчина перехватывает Пас Но все равно Мы придолго Этих мучаемся Да блядь Ну да Неудивительные Че Они это как Перехватили Мяч Как нифига делать Коки Пока неплохо О нормально Молодчина просто Фланг вижу Да блядь Да блядь Вообще Пасы Охуе С них Что-то с командой В конце сезона Ужас Силшу не хватает Нормально играть Косяки были Ну блядь Ну мы побеждали Постоянно А тут какая-то Фигня Чем вообще Делать ничего не можем Сауль Атлетика в атаке Удар Опасно Все еще Второй Залетел бы Вообще Был бы Супер На исполнение Бил На точность Но немного Не попал Да Но очень плохо О как плохо Да Из этой атаки Может получиться Что-то стоящее Да Ну как замечательно Бросто Великолепное спасение Угловой Да Будет угловой А значит И шанс Отыграться Молодчина Отбил Хорошо Прям супер Валю У вратаря А у нас будет угловой Прямо в центр штрафной мяч Удар хороший был, но прям в ротаря в руки Так, тихо, спокойно Не торопимся Это может быть опасно Да бля, ну как так можно-то Отличная передача, но атака все-таки сорвалась Ну лам хоть отняли Че он супер Блядь, нападающий где-то здесь бегает Офигеть, просто Ну это вообще просто маразм Просто стоял и получил себе пас Руки Опасно Ну а здесь кого винить Только себя любимым Молодцы, отреться-ка Сами бьют, а нам не дают ничего сделать Блин, тут тоже ничего не проходит Ух, если не вратарь Возможно, Голкипер забирает мяч Так у нас добавляет в первом тайме 2-2 минуты, которые мы даже держать мяч не можем никуда. Сауль Ниегис. В этой атаке оборону пройти не удалось. Первый тайм заканчивается от счетом 1-0. Не знаю, как он сейчас легче проигрывающей команде или выигрывающей. Для первых не случилось пока ничего страшного, ведь преимущество соперника всего в один мяч. А вторые вроде бы добились результата, но он очень скользкий. В общем, все ясно, что ничего не ясно. А впереди еще не только второй тайм, но и второй четвертьфинал. Ладно, все. А тут параллельно у нас ДТХМ с Риал Мадридом играет 0-0. Или уже сыграли, фиг его знает, без понятия вообще просто. А мы продолжаем матч, а третья начинается его первым ударом. В полуфинале Кубка Чемпионов. Обе команды немного осторожничали в первом тайме, но тем не менее показали хорошую игру. Будем надеяться, что у второй половины они полностью расстроились. Отнимают потенциал, ведь и речь идет о выходе в полуфинал. Барин, ну куда ты там пас даешь, а? Теренс Конголон. Хороший пас на ход. Нормально, хорошо. Правым супер. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Идет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить. Для победы... Да, блядь, ну тут тоже пас не прошел, так как? И забить еще как минимум парочку. Да, мы что-то спад получаем. Это очень плохо для нас. Тут может что-то получиться. Для них Феррера караска. Отними у него мяч, блядь. Заебали уже с мячом здесь бегать, блядь. Он очень в штрафную, там есть кому сыграть. Еще дали ударить. Это возможно и быть гол. Ударом у него явно не получился. Видимо, мяч попал в угол головы. Ладно, нормально, пойдем дальше. Даю пас. Беги, 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 беги. Еще один пас, это супер. Давай, бей, ну что-то, блядь, а. Бить надо было самим, можно так сказать. Блин, такой шанс был, такой шанс был, а. Так, угловой пока есть, угловой. Давайте поменяем игроков. Я так понял, ты ничего не сделаешь. Иди, я тоже рискуем. Центр по защите меняем тоже. Сейчас два у нас поменяется игрока. Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Ига, он молодой, блядь, а по виду, блядь, как будто уже старый. Ну, давай. Ах, никак ничего не получилось. Мяч без проблем он забирает. Умный воротарек. Две трети матча сыграно. Нормально. Последние полчаса игры смог. Мяч у нас. Беги, дерись за этот мяч. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Воу-воу, успевает младшина. Да, блядь, слишком близко в уртаре. Да, блядь, ну как так? Воздухи уже перехватывают наши мячи. Да, блядь, охуеть. Он вырывает все. Все вырывает, блядь, от рейтика. Абсолютно везде. Травма, что ли? Такой нафиг травма. Снимает его, сыграет тренер. Но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Да, Абамиянг, что ли, если не показалось? Ахуеть, он еще играет здесь. Это может быть опасно. О-о-о-о, плохо. Как видим, защита работает очень здорово. Абамиянг. Да, да. Абамиянг у нас от третьей команды играет. Охуеть, просто расклад, блядь. Из Германии в Испанию переехал. Он старый уже здесь, блядь. Пока неплохо. Какой удар был. Давай еще один удар на угловой. Кипер из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Лидеры в счете можно позволить себе такие укрепляющие, я рассказал. Замены имеет тренер полное право. Ладно, окей. Даем навес. Блядь. Ну, тут вратарь возьмет его. Ну, блядь. Давай, 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 принимай, принимай. Ударя по воротам нормально, блядь. Ну, это мимо даже шло. Но вратарь взял как взял, но при этом, возможно быть, он в шествор не шел. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Анхель Коре. Нормально, хорошо. Перехватили. Ай, удар опять. Так, тоже меняем игрока. Зап уже не справляется. Уже устал. Такую игру я не выпускаю, блин, а. Просто офигеть. В центр штрафной мяч направлен. Ну, блядь. Моего никого там не было. Тут может что-то получиться. Как будто не я должен атаковать, блядь. Ну, просто гений. Да, блядь, и мы забиваем гол. Все как мы любим. Гол на последних минутах, и счет становится равным. Да, соперники, понятное дело, приуныли. Немного оставалось до свистка, но нет. Пропустили. Мы это делаем. Просто делаем. Отшуметь просто. Конечно, это очень плохо. Ой, точнее, это не очень хорошо. 1-1. Угол прекрасен просто. Но со мной аж Атретика проходит дальше. По головам нашему Атретика проходит дальше. Молодчина просто. Молодчина просто перехватил. Посмотрим, сколько времени добавлено. О, это слишком мощное. Его рикошет даже может быть офсайт. Все возможно. Ну что, нам добавляют 3 минуты. Да, но это, конечно, нам это не устраивает. Такой счет 1-1. У себя дома. Джошуа Кими. Все, свисток. Все-таки 1-1. Заканчивается наш матч. Так, ни в одну сторону и не склонились. Ничья. Закончился матч ничейным результатом. Но я не думаю, что кто-то очень сильно расстроен. Да, не хватило для победы чего-то. Но ведь и не проиграли с другой стороны. Да, Костя? Юр, ну и тем не менее, ничейный результат – это своего рода компромисс. Который в спорте не очень... Один удар, один гол. Отшуметь. Он сделал свое дело просто. В конце. На 10-й минуте мы пропускаем, а потом они. Давайте посмотрим, что у нас вообще происходило. Счет у нас это 1. Удар 8-7. Створ 6-2. Владимир еще 50-50. Отбор 9-7. Нарушение 1-0. Желтый, красный кадрчик нет. Рама у них 1-0. А вся эта ноно главы 5-0. Точность удара в 75, братья 29%. Точность паса 87-89%. Вот такой у нас матч по статистике. Ну что, мы продолжаем. Тут Ахэм. Сериал Мады так не изменился. Ной-ной было. И они играют в их помешках. Это я даже не помню, что это такое. Закончили, наверное. Так. Этот тренировать нельзя. Переходим к пресс-конференции. Все в основном. Так. Пресс-конференции. Похвалить нашим игроков. Хорошо не сыграю против Атлетика Мады. Даже после 1-1. Так. Медики сообщили, что отправили после трамы. Готовы тренироваться в первой команде. Замечательно. Это Драгба говорит. Спасибо. Доброе утро. После хотелось сказать вам, что счастлив быть один из основных игроков команды. 32 года тебе. Нифига себе. 32 года. А почему 2000 теперь у нас здесь? А, это не 2000. 16 тысяч. 16 тысяч. 16 тысяч. У нас билет. Они даже сколько у нас было вообще? Это почти уже мы подошли. Сделки у нас. На билеты мы заработаем по максимальному. Мы 36 миллионов заработаем в этом сезоне на билетах. Это 39% всей прибыли нашей. 25% это фигня. Продажа футболок у нас уже минимальная. Но это потому, что уже сезон заканчивается. Зарплата у нас, конечно, 500 тысяч фунтов добавилась в этом сезоне. В следующем сезоне не меньше добавится, уверен. Этот билет так и столько же получаем. Ну ладно, бюджет. Начальный бюджет 39 миллионов. Куплен игроков за 3-4 миллиона. Начальный бюджет недель 93. Недельная зарплата 1 миллион. Что-то я не понимаю вообще. 1 миллион какой-то. Ну ладно, не будем на это поражать внимания. Ну что, пропускаем еще 3 дня. Так, смотрим. А что? А что Сити тоже проиграл, что и получается? И он нам дает преимущество до сих пор 3 очка. Нифига себе здесь поворот какой. Я думаю, они нас догонят. Да нифига подобного. Так, где у нас находится... Вот ты здесь, да? Ну ладно, давайте перейдем к составу. Состав у нас слишком уставший, но при этом... Меняем тебя. Тебя. Тебя тоже поменяем. Тебя поменяем. Все. Такой состав у нас будет здесь играть против этой команды. Но при этом я его, конечно, играть не буду. Я его как для себя покороче. Симулирую этот матч. Посмотрим, на что способна наша команда без... Мога, я думаю. Так, разминка. Все. Здесь бить. Мы забиваем первый гол. Они забивают второй гол. 1-1 счетом у нас. У нас травма получает. Цапник. Это еще плохо. И желтую катушку нашу получает. И пошли замены. У них желтый получает. И все, матч заканчивается со счетом 1-1. Вот это весь результат в данный момент. Это просто прекрасно. Так. И мы играем. Будем играть второй матч. Это уже следующая серия. Но при этом сегодня тренируемся. Так. Ладно, тебя тренируем сегодня. И тебя. Так. Цап, цап, цап. Он не сможет. Он будет произведет травму. Значит, у нас получает. Теренировку. Вот этот чувак. Два раза. Так. Что у нас еще? У нас есть центральные защитники. Которые тоже надо подкачать тебя. В первую очередь. Все. Расчет итогов. Смотрим, как наши игроки потренируются. И никто нифига не поднялся у нас. Уводит очень плохо. Ладно. Новости почитаем попозже. Но таблицу я хочу сам нож посмотреть. Это неинтересно. Это у нас тоже 2 игры остается. И тут разница 6 очков от третьего места. Я не знаю. Это я думаю по голам. И по выигранным матчам. Я думаю, вряд ли они загонят. И вот она лига наша. 64-60. Матча Сити, я так понимаю, еще раз проигрывает. И мы отрываемся от них уже на 4 очка. Челси еще не играла. Но тут еще 58 очков. И Сауф Гемптон. Но это мало. В данный момент мы тоже далеко находимся. И у нас остается игр 6. 6 игр Английской премьер-лиги. Ну что, мы это на это посмотрели. Гадать всем удачи желаю. И пока. Увидимся в следующей серии. И других прохождения. Всем пока. Пока.